Здравствуйте! Мы продолжаем с вами обсуждать полемику между евреями и христианами. Тема нашей сегодняшней лекции – спор о Мессии. Еще в конце XIII века христианский итальянский купец описывал нам свой спор с евреями на острове Майорка. И, судя по этому описанию, купец сказал евреям среди всего прочего, ведь нет между нами и вами никакого несогласия, а только по поводу Мессии, о котором мы говорим, что он уже пришел, а вы говорите, что он еще должен прийти. Разве и мы, и вы не служим одному Богу, Творцу неба и земли. То есть, по мнению этого купца, отказ евреев признать мессианство Иисуса – это единственная и наиболее важная проблема, которая разделяет евреев и христиан. А во всех остальных вопросах они, в принципе, согласны, включая, кстати говоря, и веру в Мессию, так как и те, и другие верят, что он существует, что он придет. Вопрос только, кто он? Мессия уже пришел или еще должен прийти? Этой теме мы сегодня с вами и посвятим нашу лекцию. Как мы уже сказали, и евреи, и христиане веруют в Мессию, наделенного сверхъестественными силами, который придет и спасет все человечество. В обеих религиях стремление к исправлению мира сосредоточено именно на нем. В иудаизме существуют две точки зрения по поводу Мессии. И уже в Талмуде мнения мудрецов расходятся. Некоторые считали, что он царь из рода Давидова, то есть человек, и он принесет избавление народу Израиля. Таким образом, речь идет о спасении одного еврейского народа. И когда оно наступит, все сыны Израиля раскаются в своих грехах и начнут соблюдать Тору. Согласно следующему Талмудическому высказыванию, между этим миром и днями прихода Мессии нет никакой разницы, кроме порабощения евреев другими народами. Это из трактата Брахот. То есть Мессия не принесет с собой нового миропорядка, а лишь вернет народ Израиля в его страну и вернет ему его положение. Другое мнение мудрецов Талмуда, по которому Мессия воспринимается в исхатологическом смысле, и его приход — это преображение природы и всего творения. В данном случае Мессия — это сам Бог или одно из его проявлений. Сказал им Святой, да будет он благословен, из-за того, что ваше спасение было совершено людьми из плоти и крови, и вел вас человек, который сегодня здесь, а завтра в могиле, поэтому и спасение ваше было только временным. Но в будущем я сам спасу вас. А я существую вечно, так и спасение ваше продлится во веки веков. Таким образом, евреи двояко смотрят на проблему Мессии. Мессия не является одним из догматов иудаизма, или, правильнее сказать, вера в Мессию не является одним из догматов иудаизма. Только в средние века, и то не во всех еврейских течениях, начинают причислять веру в Мессию к одному из принципов веры. Так, например, вера в Мессию входит в один из 13 принципов веры, сформулированных Рамбамом. Я верю полной верой в приход Мессии, и даже если он задержится, несмотря на это, я буду ждать его изо дня в день, пока он не придет. Рамбам также утверждает, что Мессия будет человеком, и назначение свое он докажет делами, а не чудесами. И это, братья, основа основ израильской веры, что непременно должен восстать человек именно из семени Шламо, то есть Соломона, царя Соломона, сына Давидова. И укрепит он жизнь нашу, и соберет нас из постоянного изгнания, и возвестит истинную веру, и истребит тех, кто ее отвергает. Таким образом, в средние века вера в Мессию — это один из принципов веры в иудаизме. Более того, большая часть мыслителей считает, что Мессия придет из рода царя Давида, то есть будет человеком. Христиане уже с момента своего зарождения были мессианским движением. Ученики Иисуса воплотили в его образе все свои мессианские чаяния. Мы уже с вами говорили об Евангелиях, и вы уже знаете о том, как воспринимали Иисуса в период раннего христианства. Последователи Иисуса верили, что после распятия Иисус воскрес и вознесся на небо. Параллельно этому сложилось также учение о грехе и искуплении, и о них мы с вами уже говорили на первой неделе, гласившее, что страдания и смерть Иисуса избавили человека от проклятия первородного греха. Личное спасение каждого человека определялось его принадлежностью к общине спасенных, то есть христианской церкви. Таким образом, если иудейский мессия еще должен прийти в будущем, то для христиан он уже пришел. Если евреи верят в избавление еврейского народа, то христиане подчеркивают как личный характер спасения, так и его всеобщность. Это спасение зависит не от изначальной принадлежности человека к определенному народу, а от его добровольного присоединения к общине избранных, то есть верующих в Иисуса и принадлежащих к его церкви. Сам же мессия по христианскому учению должен быть божеством, иначе он не сможет освободить человечество от цепей греха. В христианстве присутствует также исхологическая вера в Парусию, то есть во второе пришествие Христа. Этим апокалиптическим событием увенчается серия катастроф, сопутствующих к концу света. По завершению этих ужасных дней Иисус спустится с высот своих, чтобы судить всех людей. Произойдет воскресение мертвых и настанет Царство Божие на земле. Например, в Откровении Иоанна Богослова, который завершает книги Нового Завета, сказано «И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет. И я, Иоанн, увидел святой город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный как невеста, украшенная для мужа своего. И услышал я громкий голос с неба, говорящий, «Се, скиния Бога с человеками, и он будет обитать с ними, и они будут его народом, и сам Бог с ними будет Богом их». Как вы уже понимаете, мнение евреев и христиан по поводу прихода Иисуса и его природа несколько отличается. Поэтому-то спор о Мессии настолько важен для евреев и христиан. Как мы уже сказали, еще с евангельских времен христиане верят, что все предсказания о Мессии воплотились в Иисусе. Уже в начале VII века система христианских доказательств полностью оформилась. Так, например, Исидор Сивильский с помощью обширной подборки цитат из христианских сочинений делает попытку доказать, что, во-первых, согласно Библии, Мессия должен быть не человеком, а Богом, и, во-вторых, что все пророчества о Мессии исполнились в Иисусе, включая и сроки его прихода. Отсюда следует, что он и есть Мессия. Как бы в противобес подобной точке зрения, еврейские мыслители в средние века все более и более отказываются от представления, что Мессия должен быть Богом, и в большинстве своем принимают точку зрения, что спасителем будет царь из плоти и крови потомок рода Давидова. Такие еврейские мыслители, как Хаздай Крескас, Йосеф Альбо даже утверждали, что вера в Мессию не является одной из основ иудаизма. Мы увидим с вами, что также считал и Рамбан в рамках барселонского диспута. В XIII веке спор о Мессии стал центральной темой межконфессиональной полемики. С обеих сторон, как с христианской, так и с еврейской, в среде религиозной интеллектуальной элиты росло ожидание скорого спасения мира. Христианские полемисты и проповедники XIII века сконцентрировали все свои усилия на этом вопросе. Они доказывали евреям, что надежды их напрасны, им Мессия уже пришел, и не стоит ждать его в будущем. Интересно, что это оказало своеобразное влияние и на евреев, так, например, в конце XIII века в испанском городе Авила произошло следующее событие, которое описывает нам крещенный еврей. По этому рассказу в городе Авила появился некто по имени Авраам, который пророчествовал, что Мессия должен прийти в 1295 году. По рассказу этого крещенного еврея, которого звали Авнер из Бургаса, в предуказанный день все евреи Авилы собрались в городскую синагогу и стали ждать прихода Мессии. Но дело в том, что евреи способны опоздать и на приход Мессии тоже. И вот те, кто собрался в синагоге и, видя своих братьев с опозданием, заходящих в нее, с изумлением обнаружили, что на одежде каждого из входящих появляется крест. После этого, как вы понимаете, многие евреи крестились. Таким образом, вера в Мессию, христианская и еврейская, иногда смешивалась до такой степени, что евреи, ожидающие еврейского Мессию, видели крест. Есть и другие примеры подобного взаимовлияния. А мы с вами обратимся к одному, может быть, даже наиболее интересному диспуту, который происходил публично в городе Барселоне в 1263 году вокруг этой темы – прихода Мессии. Этот диспут состоялся при дворе арагонского короля Хаймы I. Об этом диспуте мы знаем из целых двух письменных источников – на иврите и на латыни. На иврите написан диспут Рамбана – нахманида. Не путайте, пожалуйста, с Маймонидом – Рамбамом. И Рамбан, и Рамбам были философами, знатоками Торы и врачами. Но Рамбам – это другой мыслитель, который также происходит из Испании, но большую часть своей жизни жил в Египте. А Рамбан, испанец, проживал в XIII веке в городе Герона. Итак, первый источник – это диспут Рамбана, нахманида, который написан самим Рамбаном через некоторое время после того, как диспут завершился. А второй источник – это документ на латыни, заверенный королевской печатью, довольно-таки короткий и сухой, излагающий ход спора. Сам факт того, что обе стороны оставили свои свидетельства об этом событии, указывает на важность этого спора для современников. На барселонском публичном диспуте предполагалось обсудить следующие темы. Пришел ли уже Мессия? Сущность Мессии – Бог он или человек? Должен ли Мессия страдать и умереть? И нужно ли соблюдать заповеди? С еврейской стороны, как я уже сказала, участие в диспуте принимал Рамбан. Мы уже с вами указывали на то, что христианские власти всегда приглашали знатоков из еврейской общины, так как надеялись на то, что, убедив их, они смогут переубедить и всю еврейскую общину. С христианской стороны в этом диспуте участвовал Пабло Христиани – доминиканский монах, крещеный еврей, который уже неоднократно участвовал в полемике против евреев. Возможно, что он присутствовал и на парижском диспуте, о котором мы с вами уже говорили, только вот мы не знаем, в качестве еврея или в качестве христианина. Но затем, после парижского диспута, Пабло Христиани продолжает проповедовать и полемизировать с евреями, и его полемика основывается на знании Талмуда. Первоначально он полемизирует против Талмуда, так как это было на парижском диспуте. Затем Пабло Христиани меняет свою тактику и начинает спорить с евреями уже на основе Талмуда, в основном используя агадот, легенды, и желая объяснить евреям, что они неправы с помощью их же книг, то есть с помощью агадот из Талмуда. Эту новую свою тактику Пабло хочет применить на барселонском диспуте. Он обеждает барселонского епископа принять данную возможность и организовать подобный публичный диспут. Итак, на барселонском диспуте прежде всего обсуждается вопрос о приходе Мессии. И я хочу вам напомнить, что если бы христиане смогли доказать, что Мессия уже пришел, то стало бы понятно, что Мессия – это Иисус, и христианству наиболее верная религия. Если бы евреи смогли доказать, что Мессия еще не пришел, то таким образом ожидается еврейский Мессия, и иудаизм является наиболее верной религией. Пабло Христиани попытался доказать, что уже в Талмуде написано, что Мессия родился в тот день, когда был разрушен храм. Он использует следующую агоду. История о человеке, который пахал, и вол его замычал. Проходил один араб и сказал ему, «Еврей, сын еврея, распряги вола своего, распряги упряжку свою, распряги плуг свой, так как разрушен храм. Тот распряг своего вола, распряг свою упряжку, распряг плуг свой. Снова замычал вол, сказал ему араб, «Запряги вола своего, запряги упряжку свою, запряги плуг свой, так как родился ваш Мессия». Таким образом, Пабло Христиани говорит о том, что вот уже в этой агоде написано, что Мессия родился в период разрушения храма. Рамбам же не уверял, как рассчитывал Пабло, что мудрецы Талмуда не верили, что Мессия уже пришел. А вместо этого Рамбам сказал, что мудрецы Талмуда не верили, что Иисус он Мессия. Более того, Рамбам сказал, что, судя по этой агоде, мы можем заключить, что Мессия родился в период разрушения храма, но никто не сказал, что он объявился. На это задал ему вопрос сам король, который был судьей на этом диспуте, и сказал ему, как же это может быть, ведь это произошло так давно. Рамбам же ответил королю, что Мессия может жить неопределенное количество лет, ведь жили же множество лет праотцы, судя по книге Танаха. И так же Мессия. Никто не сказал, сколько лет он будет жить. Тогда спросил его король, где же находился Мессия, или где же он находится все это время. И Рамбам ответил ему, в раю. Более того, Рамбам спросил короля и всех, кто присутствовал на этом диспуте, могут ли они утверждать, что Мессия пришел, если до сих пор в мире царит несправедливость. Может ли король распустить свою армию? Ведь когда Мессия придет на уступе всеобщий мир, можно ли сказать, что люди уже не страдают? Нельзя, сказал Рамбам, поэтому Мессия еще не пришел. Христианская же сторона на это ответила, что Мессия уже пришел, и это Иисус. А всеобщий мир и благоденствие наступят после Парусии, второго прихода Иисуса. Более того, Рамбам утверждал, что хоть он не отрицал ту Агоду, которую они обсуждали, но в принципе нет никакой необходимости в нее верить. Рамбам сказал так. У нас есть три разновидности книг, то есть у евреев. Первая – это 24 книги, называемые Библией, и в нее мы верим полной верой. Имеется в виду Ветхий Завет, Танах. Вторая разновидность – это Талмуд. Он является толкованием заповедей Тора. В Торе имеется 613 заповедей, и нет ни одной заповеди, которая осталась бы неразъясненной в Талмуде. Мы верим в это толкование. И еще у нас есть третья книга, называемая Медраж, то есть проповеди. Например, если епископ выступит с проповедью, а кому-нибудь из слушателей она понравится, и он запишет ее, то если кто-либо верит в эту книгу – хорошо, если же кто-либо не верит, то ему это не повредит. К серии этих книг относятся и Агадот. Поэтому, говорит Рамбан, я не верю в эту книгу, особенно там, где она говорит, что Мессия родился в день разрушения храма. После обсуждения этого вопроса, или, может быть, можно сказать, даже в продолжении обсуждения этого вопроса, и та, и другая сторона занялись подсчетами сроков прихода Мессии. Основывались они в основном на книге Даниила. «Семьдесят седьми напределены для народа твоего и святого города твоего. Чтобы покрыто было преступление, запечатаны были грехи и заглажено беззаконие. И чтобы приведена была правда вечная, и запечатаны были видения и пророк, и помазан был святой святых». Еще отец церкви Тертулиан во II веке сформулировал классическое доказательство, гласящее, что упомянутый в стихе «святый святых», который пришел в срок, предсказанный Даниилом, это и есть Иисус. Рамбам, конечно же, не принял христианских посчетов. По его словам, этот стих говорит о Зерубавеле. И таким образом обе стороны стали спорить о той точной дате, когда Иисус пришел, и тогда именно он является Мессией, либо же Мессия еще не пришел, и тогда это не Иисус. К слову, скажем, что обе стороны здесь грешили, каждый против своей религии, поскольку евреям запрещено вычислять сроки прихода Мессии, так сказано в трактате Санедрин, «Проклятые вычислители сроков». И церковь также запрещала подсчет сроков прихода Мессии. Подумайте, пожалуйста, почему церковь категорически запрещала подсчет сроков прихода Мессии? Подумали? Я надеюсь, что все вы вспомнили о том, что церковь является, по сути дела, связующим звеном между Богом на небе и землей. Помните ключи, которые Петр I, папа, получил от Иисуса? А также вместе с тем он получил и право быть наместником Бога на земле. Таким образом, папа и вся церковь представляют Бога на земле. А что произойдет, если все будут знать, когда Бог вернется, когда Иисус придет? Ведь в тот момент, когда он придет, когда произойдет Парусия, роль церкви исполнится, и таким образом в ней не будет необходимости. Поэтому церковь категорически запрещала подсчет сроков. Но, как вы знаете, в Барселоне они продолжали спорить. И центральным событием одного из дней, по сути дела, одного из последних третьего дня, стала маленькая драма. Со ссылкой на Рамбама, Маймонида, которого на этом споре называли Моисеем Египетским, Пабло Христиане попытался доказать, что Мессия должен умереть, и его сын воцарится после него. По мнению Пабло Христиане, именно так считал Рамбам. Рамбан, Нахмонит, потребовал, чтобы Пабло показал ему эти слова, написанные черным по белому. Пабло стал их искать и не сумел найти. И таким образом Рамбан обвинил христианскую сторону в незнании материала и в том, что они не сделали домашнее задание. На самом-то деле такая цитата существовала, но в другой книге. Рамбан, конечно, не стал подсказывать Пабло Христиане, так как в рамках полемики ему было более выгодно выставить Пабло невеждой. Этот спор закончился довольно-таки быстро. И не только потому, что Пабло не сумел ответить на все аргументы Рамбана и не сумел найти нужную цитату, но потому, что доминиканцы почувствовали, что этот спор продвигается не в том русле, в котором они бы хотели и предпочли его прекратить. Они не остановились на этом. После спора доминиканцы потребовали и получили от короля право регулярно проповедовать в еврейских синагогах. Еще за 20 лет до спора в 1241 году король уже обязывал евреев слушать проповеди нишествующих монахов, доминиканцев и францисканцев. Но после спора это требование ужесточилось. Надо сказать, что жестким оно было недолго. 26 августа 1263 года было принято это решение, что все евреи и мусульмане Барселоны обязаны присутствовать на проповедях нишествующих монахов, иначе они должны будут заплатить штраф. Но уже 30 августа король запретил выгонять евреев силой из их кварталов, чтобы слушать проповеди монахов. Помните, у евреев Испании особое положение. Мы с вами говорили о процессе реконкисты. В качестве компенсации за смягчение указа монахи получили разрешение проповедовать не только в еврейских кварталах, но и в синагогах. А евреям же было предоставлено право выбирать, слушать монахов или нет. Пять лет спустя король также освобождает евреев от обязанности выслушивать проповеди монахов за пределами еврейского квартала. Более того, он постановил, что если монах хочет проповедовать в синагоге, то он не вправе приводить с собой целую толпу христиан, а только не более десяти самых уважаемых людей. Таким образом, с одной стороны, барселонский диспут повлиял на взаимоотношения евреев и христиан, и, как вы понимаете, в результате этого диспута натиск христиан и христианских проповедей стал еще более ужесточенным. Но, с другой стороны, испанская власть продолжает охранять евреев, поскольку власть была в них заинтересована. В данном случае наиболее характерным представляется то описание, которое мы знаем от Рамбана из его книги о споре. В этом описании Рамбан показывает нам, каким была его последняя встреча с королем. Рамбан пишет так. «В тот самый день, то есть в последний день спора, я предстал перед нашим государем, королем, и он сказал, пусть диспут будет приостановлен, ибо я не видел ни одного человека, который был бы неправ и при этом аргументировал бы все так хорошо, как ты сделал это. Если и в самом деле король произнес эти слова, то это свидетельствует о полемическом искусстве Рамбана, а также и о самой личности короля и об его отношении к еврейскому мудрецу. О других видах спора мы продолжим с вами в следующей лекции. Всего хорошего! До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова